В деле другого бывшего чиновника, который сейчас тоже находится под стражей, сегодня появились новые подробности. Антимонопольщики усмотрели сговор при проведении торгов на строительство Туимского психоневрологического диспансера. Напомним, именно на этом объекте, по данным следствия, пытался заработать бывший министр строительства Хакасии Сергей Новиков. Подведомственное Минстрою управления капитального строительства заключило контракт с подрядчиком на 635 миллионов рублей. Деньги должны были пойти на возведение второй очереди психдиспансера в Туиме. За свое покровительство определенной фирме Новиков запросил взятку в 12 миллионов. При передаче первых двух миллионов он и был задержан с поличным в апреле этого года. Сейчас судебное заседание в самом разгаре. А сегодня УФАС обнародовала новые данные. При проведении торгов Минстрой в лице управления капитального строительства разделил контракт и проводил электронные торги дважды. Так надо было, чтобы оба выиграл один и тот же подрядчик – фирма Синодекор. Помогала одержать победу на торгах еще одна подставная фирма – Хакас и Волстрой. Экс-министр Сергей Новиков курировал работу заказчика и тщательно следил за тем, чтобы средства по нацпроекту перечислялись подрядчику своевременно, без задержек. Такое покровительство, вероятно, Новиков и оценил в 12 миллионов рублей. Это наиболее трудно доказуемое и опасное нарушение антимонопольного законодательства, за которое возможно привлечение в том числе и к уголовной ответственности. А с другой стороны, это сговор картельный между двумя организациями – это ОСИН и Декор и ОХАС и Волстрой. Если факт сговора подтвердится, то антимонопольный орган привлечет к административной ответственности в виде административного штрафа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok